До последнего человека с такой установки прошел день единого приема граждан в Петрозаводске. Проблемы жителей региона выслушали глава республики Артур Парфенчиков и его заместители в различных сферах. С какими вопросами приходили в правительство? В нашем следующем материале. Микрорайон, ОТЭП-микрорайон, обещали еще подвезти газ в 2015 году. И все заглохло. С такой проблемой на приеме к главе обратился житель Петрозаводска Владимир Ветров. Его интересовало, когда газ появится в каждом доме города и в частности в его микрорайоне. На масштабную газификацию пока денег нет ни у города, ни у республики. Сейчас подключают лишь отдельные дома. Тем не менее, глава назвал два пути решения проблемы. Первый – это федеральная целевая программа. Мы предусмотрели серьезные инвестиции в рамках новой структуры ФЦП. Это больше миллиарда рублей. В этом году мы должны провести проектирование соответствующих работ. Потому что так просто тоже не начнешь. К сожалению, проектов нет. И в этом году мы будем делать проектно-сметную документацию. В качестве второго варианта Парфенчиков предложил заключить регуляторное соглашение с «Газпромом». В этом случае проводить газ в населенные пункты Карелии будут за счет самой корпорации. Пока что компания прокладывает газопровод лишь до города. Остальное делают местные власти. Такие соглашения уже подписаны в нескольких регионах, но те находятся вблизи газовых месторождений. Следующими главе обратились жители Мегриги, которые не могут окончательно заселиться в новые дома. Здание до сих пор не подключили к электричеству, хотя, по словам обратившихся в МРСК «Северо-Запад», обещали это сделать еще в 2015-м. В деревне нужна новая подстанция. Старая еще трех домов не вынесет. Они сказали, что все заявки, которые на сегодняшний день есть, до конца 2017 года мы выполним. Сегодня уже март, движения никакого. Глава тут же вопрос адресовал руководителю организации МРСК «Северо-Запад», а жителям деревни за ответом предложил написать ему в социальных сетях. Я, собственно, поручение дал, что выше человека нет в Северо-Западе по вашему вопросу. Посмотрим, что он мне ответит. Что он мне ответит? Я что-то... Ну, как-то мы лишь находили в последнее время вопросы по любым направлениям. В день единого приема граждан выслушали обращения и заместители главы. Тех, кто не успел записаться, приглашали в порядке живой очереди и принимали до последнего посетителя. Только по записи пришли 150 человек. Также в этот день представители власти работали и в районах. Напомним, в прошлом году за три приема главе его заместителям и руководителям республиканских органов власти обратилось почти 1300 человек. Эдуард Тур, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360.